Часик Радачи, Верслады, Хиканы, и сегодня мы продолжаем с моей бабулей делать мощнейший обзор, а сегодня мы делаем мощнейший обзор на ролик, на ролик, который называется Хиканам Баван, интервью с феминисткой из Донецка, часть первая, но я покажу самые, самые приличные отрывки бабули по понятным причинам, и она выскажет свое мнение. Ну что, посмотрели мы тщадящие кусочки, что можешь сказать, что можешь сказать? Ну не дай бог, если ты себе найдешь такую девушку. Почему? Не знаю, это не девушка, мат и гнет. Во-первых, она маленькая росточком, какая-то в маске, так как и ты в маске. Чего она в маске? Не знаю, мне она не нравится. Ты сидишь, никуда не выходишь и сиди дальше. Я тебя никуда не пущу. Вот такую, ну, очень плохая девушка. Таких девушек не надо. Потому что ты будь неженатой сто лет, чем такую девушку. Подожди, ну ты же ее постоянно мозги промываешь, говоришь, блещ уже всю проклевала, что надо мне девочку найти. Ну не такую. Свидетели, зрители, свидетели. Зрители, свидетели, они не дадут соврать. Ну не такую девочку. Девочка. Я же тебе подскажу, накололась, наверное. Наверное. Накололась, да? Наверное. И что ни слова, то мат. Ну какая-то девушка. Какая-то девушка. Так она феминистка. Да мне все равно, кто она. Я могла тоже загнуть, я умею. Но я этого не сделаю. Феминистка, кто она такая. Что она мат за матом, ни стадание совести. Книги читала. Кто там читал, когда книги? Боже мой, у кого ты спрашиваешь? Книги читала она. Она кроме матов ничего не знает. А она, я тебе скажу, она учится, она филологиню. На филолога, как раньше в Патриархальном береге говорили. Институт ума не прибавляет, что она учится. Учится, не знаю, что из нее получится только. Учится, не знаю, что из нее получится. Да. Рифму сказал, рэпером стал. Я понял. И маты гнет. Если бы она училась, да кто учится, люди культурные, умные. А она мат за матом, мат за матом. Гнет их, как сапожник. Да, как сапожник, точно. Да, так и все-таки. Ты же мне постоянно мозги проклевывал. Вот смотри, видишь, вот девушку ее привезли. И там за кадром тоже одна, целых две штуки. Ну, хоть они там феминистки, все такое. Но что это получается? Значит, мне не надо девушка? Ну, не такая. Ну, не такая девушка. Нужна тебе девушка. Жизнь совсем по-другому пойдет, когда ты имеешь. Так, а если я тебя, допустим, приведу с этой познакомленной? Ой, ради бога. Я тебе не выпущу никуда, ее калитку закрою и не пущу ни под каким этим. Так, а смотри, ты постоянно говоришь, что мы там с Денисом голубые. Лучше с Денисом. Я знаю, что Денис с детства, что это неправда, что он голубой. Он имеет девушку, так что это Сашка, Денис, это наши ребята, это хорошие ребята. Феминистки придумали себе название. Феминистки. Это я всю жизнь проработала, не зависела ни от кого, ни от мужа, ни от родителей работала. Вот это феминистка, а она что? Вот, лучше сиди дома. Сашка, Денис, это твои друзья. Я разрешаю, пусть они хочешь. Голубчики, не голубчики. Но ее на порог не подпущу никогда. С раными метлами. Закрою калитку и никаких феминисток тут не надо. Так что, феминистка. Ну что ж, дорогие мои друзья, это было субъективное мнение моей бабули. Естественно, мы никого не хотели обидеть. Если вам понравилось, то подписывайтесь на наш канал, ставьте классы, донатите нас бабули на пищу пакеты, заказывайте рекламу, сигна, видеосигна. С лайфом на бабули, слава. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok